Привет! Прошлый выпуск так понравился нашим подписчикам из тюрьмы, что они не хотят выходить оттуда. И чтобы им жилось ещё лучше, мы сделали вторую серию. Если ваш сокамерник украинец, то ему точно иногда передают сало. Вам нужно будет отрезать от него небольшой кусочек, примерно вот такой. Теперь берём кусочек ткани и заматываем в него сало. При помощи нитки обматываем всё это дело и получаем вот такую штуку. Нужно покатать её между рук, чтоб ткань пропиталась салом. Дальше ставим её на металлическую поверхность и поджигаем. Вы получите отличную лампадку, которая даст свет и на которой можно что-то подогреть. Конфеты очень ценятся в тюрьме, но если их нет, то вам поможет обычная ложка, которую надо намазать растительным маслом. После чего насыпать в неё немножко сахара и поставить над огнём. Спустя минуту сахар начнёт плавиться и приобретать коричневый цвет. Когда он весь растает, снимаем с огня и вкладываем туда спичку. Теперь надо дождаться, пока всё остынет, и если вам повезёт, то вы сможете получить леденец на палочке. А если он расколется, то вы получите более мелкие конфеты, которые будут не менее вкусные. Если у вас плохие отношения с соседями, то вы сможете всё наладить, угостив их леденцом. Если мышка прогрызла вашу зарядку для смартфона, то это можно легко починить. Возьмите целлофановый пакет и отрежьте от него небольшую полоску. Теперь плотно наматываем полоску на повреждённое место. И нагреваем над огнём, периодически прижимая целлофан к проводу. В итоге слои пакета приплавятся друг к другу, и мы получим твёрдую пластиковую оболочку для провода, которая не позволит ему сгибаться в этом месте. Теперь нам понадобится кусок обычной ваты и сигарета. Из ваты нужно сделать вот такую полоску, насыпать на один конец табака и свернуть в трубочку. Можно и без сигареты, но она значительно облегчит задачу. Теперь нужно скатать её рукой в направлении сворачивания, чтобы она стала более плотной. Дальше ставим вату на пол, и берём кусок доски, при помощи которой делаем то же самое. Не забываем соблюдать направление скатывания ваты. Теперь, когда валик стал достаточно твёрдым, берём такой же кусок ваты, переворачиваем валик другой стороной и повторяем действие. И так, когда всё хорошенько закатано, мы прикладываем доску и начинаем очень быстро катать валик вперёд-назад, придавливая его массой тела. Если усилий достаточно, то примерно через 40 секунд вы почувствуете запах горелой ваты. И когда уже совсем не останется сил, то надо быстро взять валик в руки и начать дуть вместо её потемнения. Как только пойдёт дымок, надо разорвать вату в этом месте, и вы увидите, что вата начала тлеть изнутри. Вот и всё! Мы даже не подозревали, что можно добыть огонь таким способом. Теперь берём обычную нитку, отматываем пару метров и складываем в несколько раз. Потом берём кружку, продеваем нитку в ушко, поднимаем и начинаем крутить кружку, тем самым скручивая нитку. Дальше надо сделать вот такое движение, и нитка сама скрутится вдвое. Отрезаем, завязываем на этом конце узелок, и получаем вот такой прочный канатик. При помощи которого можно перепиривать различные предметы. Но если в обычной воде растворить соль и замочить там канатик, то после высыхания на нём образуются абразивные кристаллы соли, которые усилят режущие способности канатика. Говорят, что за несколько месяцев с его помощью можно перепилить стальную решётку и сбежать с тюрьмы. Пользуясь случаем, передаём привет подписчикам из тюрьмы и поздравляем всех с наступающим праздником Пасхи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok